Как мы не раз вам рассказывали, администрация Байдена отправляет десятки миллиардов долларов на Украину. Что же именно мы финансируем? Мы знаем, что теперь у нас война с Россией, хотя голосования на этот счет не было. Но мы недостаточно спрашиваем о том, где же в конце концов окажутся все эти деньги. Эл Тодд Вуд, основатель и главный редактор Creative Destruction Media. Кроме того, он был летчиком и участвовал в специальных операциях. Сегодня он с нами. Господин Вуд, большое спасибо, что нашли для нас время. Итак, десятки миллиардов долларов отправляются на Украину. Как по-вашему, на что пойдут эти деньги? Спасибо, что пригласили, но то, что я скажу, относится не к украинскому народу. Это самые сердечные люди в мире. Они помогли мне выбраться из страны после ввода войск, когда я застрял на границе с Молдовой. Я говорю не о России, которая... Знаете, за их действия их будет судить история, и мы критиковали их действия на Украине. Но вся украинская государственная власть коррумпирована как... Сами знаете что. По большей части это государство, захваченное сетью Сороса. У них там режим НКО. Пару лет назад исследования показали, что 50% денег, поступающих в эти НКО, сразу же прикарманивают. Из 40 миллиардов, по нашим данным, большая часть идет американским корпорациям, которые, конечно же, находятся у кормушки. Так что посмотрим, дойдут ли вообще эти средства до мест назначения на Украине. Бывший президент Порошенко, который был очень дружественным к Байдену и работал против Трампа, искусно отмывал сотни миллионов долларов из американской помощи через Центральный банк, через коррупционные схемы с облигациями, и деньги выводились в офшоры. Посол Маркарова, которая недавно была с Нэнси Пелоси на Украине, посол Украины в США, также участвовала в этих схемах. Итак, это очень развитая коррупционная сеть во всем госаппарате, и я гарантирую, что эти деньги пойдут совсем не туда, куда люди думают. Очень коротко. Вы против того, что сделала Россия? Вы за Украину. Вы явно хорошо знаете Украину. И вы задаете эти вопросы. Почему те же самые вопросы не задают члены Конгресса, которые только что одобрили выделение 40 миллиардов долларов? Либо они очень наивны, а ведь у них допуск к секретной информации, так что им следовало бы быть в курсе. Либо они замешаны в этом и получают свою долю. И я хочу подчеркнуть, что они также финансируют на Украине информационные операции против американских политических мишеней, как они поступали с Берни Сандерсом и с Трампом. По сути, мы финансируем разрушение нашей собственной демократии и западной цивилизации, финансируя некоторые из этих агрегатов на Украине. И мы можем говорить об этом долго и подробно, не знаю, сколько у нас времени. Хотелось бы, чтобы времени было больше. Надеюсь, мы еще увидимся. Элтот Вуд, спасибо, что были с нами. Спасибо. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНОТВ. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин